Всем привет! С вами Ольга Сергеева и вы на моем канале Кинотрафик. Сегодня я расскажу вам о хорошем кино. Пролетело лето и мы снова встречаем юбилейный 80-й Венецианский международный кинофестиваль с 30 августа по 9 сентября 2023 года. Это долгожданное событие для всех ценителей киноискусства, киноманов и фанатов отличного серьезного кино. В этом выпуске я традиционно расскажу вам об официальном постере фестиваля, составе жюри, фильме-открытие и в неконкурсных картинах. Итак, поехали! Официальный постер кинофорума в этот раз снова представил художник Лоренцо Матотти. Иллюстратор начал свою карьеру в конце 70-х, как художник комиксов. В кино он сотрудничал с Вонгом Карваем, Содербергом и Антониони. Шестой год подряд художник является автором официального постера знаменитого итальянского кинофестиваля. В этот раз им была выбрана тема дороги, включающая мотивы свободы, приключений и открытий. Цифра 80 отражена в номере автомобиля, который направляется вперед в будущее. Жюри возглавит самый молодой и многообещающий на сегодняшний день американский режиссер Дамьен Шазел. Он уже дважды открывал фестиваль в Венеции своими работами. За фильм «Ла-ла-ленд» получил 14 номинаций на премию «Оскар», 6 из которых выиграл. Салех Бакри – известный палестинский актер театра и кино. За фильм «Ваджип» он получил премию Мура за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Дубае. Также имеет в своем списке множество других выдающихся работ. Новозеланка Джейн Кемпион – первая женщина-режиссер, получившая золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за фильм «Пианино». А ее недавний фильм «Власть пса» был удостоен «Серебряного льва» за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале. Награду «Оскар» за лучшую режиссуру, две премии «Золотой глобус» и две премии «Бафта». Мия Хансен-Лёве – французский режиссер и сценарист. Она сняла 8 полнометражных фильмов, в том числе «Отец моих детей». Имеет множество кинематографических наград. Габриэля Майнетти – итальянский режиссер, актер, композитор и продюсер. Его короткометражный фильм «Мальчик-тигр» был включен в шорт-лист премии «Оскар». Фильмы режиссера постоянно принимают участие в мировых кинофестивалях. Мартин Макдонна – ирландский сценарист и режиссер. Его последний фильм «Банши и Нишерин» получил 4 премии «Золотой глобус», 4 премии «Бафта», включая обе премии за лучший сценарий. Сантьяго Митре – аргентинский сценарист и режиссер. Его недавний пятый фильм «Аргентина» 1985, премьера которого состоялась в Венеции, получил награду «Фепресси», «Золотой глобус» и «Гойя». Лора Пойтрас – американский режиссер и журналист. Ее последний фильм «Вся красота и кровопролитие» получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале 2022 года и был номинирован на премию «Оскар». Шу Ци – китайская актриса. Она получила 3 гонконгских премии и 2 премии «Золотая лошадь» за лучшую женскую роль, а также бесчисленное множество других наград. Известно также, что оценивать лучший дебютный фильм и вручать премию Луиджи де Лорентиса предстоит французской постановщице Элис Диоп, автору призового фильма «Сент-Амэр», а секцию «Горизонты» за самые бередовые работы возглавит итальянский режиссер Йонас Карпиньяно. Ранее на фильм «Открытие кинофестиваля» была заявлена картина «Претенденты» Луки Гуаданьино, автора «Назови меня своим именем». Режиссер представлял в Венеции свою версию «Суспири» и получил приз за режиссуру фильма «Целиком и полностью». В новой комедийно-мелодраматической работе речь идет о любовном треугольнике в мире тенниса. Бывшая теннисистка, перешедшая в тренера из-за травмы, делает ставку на своем муже. Начальная ступень соревнований сталкивает его с соперником, бывшей бойфрендом жены. Режиссер охарактеризовал фильм как шипучий и сексуальный. В нем мы увидим Зиндею, Майка Фейста и Джошуа Коннора. Торопиться не будем, премьера фильма состоится, но уже не на фестивале. Так как картина была снята с показа по решению продюсера, скорее всего из-за забастовки американских актеров. Вместо работы «Гуаданино» кинофорум откроет итальянский фильм «Командир» Эдорадо Ди Анджелеса с Пьер Франческо Фавино в главной роли. По сюжету в начале Второй мировой войны Сальваторе Тодоро, командир подводной лодки Королевского флота Италии в октябре 1940 года во время плавания в Атлантике принимает решение спасти потерпевших кораблекрушения бельгийцев. Для этого он вынужден три дня держать лодку на поверхности воды, подвергая опасности свою собственную команду. А теперь о фильмах вне конкурсной программы, которые всегда достойны внимания. На моем канале Кинографик я рассказываю о хороших фильмах и сериалах, о фестивальном кино, объясняю смысл сложных картин. В плейлистах вы найдете кинообзоры, анализ и разбор фильмов, творческие видеопортреты актеров и режиссеров, обсуждения и видеоэссе. А мои юные блогеры посоветуют интересные фильмы и мультфильмы для подростков, детей и всей семьи. Приглашаю вас подписаться на Кинотрафик. Давайте смотреть и обсуждать хорошее кино вместе. В этот раз нас порадуют множеством интересных работ молодые, любимые и уже культовые маститые режиссеры. 50-й фильм 87-летнего классика кино Вуди Аллена «Великая ирония» рассказывает о важной роли шанса и удачи в нашей жизни. Фанни и Джин выглядят идеальной супружеской парой. Они оба профессионалы, живут в великолепной квартире в престижном районе Парижа и, кажется, влюблены так же сильно, как и в момент первой встречи. Но случайное столкновение Фанни с ее бывшим одноклассником Алленом сильно поменяет ситуацию. 40-минутный короткометражный фильм Оэса Андерсона «Чудесная история Генри Шугара» По рассказу Рольга Даля о богатом человеке, который узнает о гуру со способностью видеть без помощи глаз. Тот хочет использовать этот дар, чтобы обманывать в азартных играх. Режиссер уже успел представить свой полный метр планеты астероидов на Каннском фестивале. Судя по визуальному ряду и набору актерских звезд, этот фильм будет продолжать уже не раз демонстрируемый уникальный авторский стиль. Психологическая драма «Исповедник» итальянского режиссера Луки Барбарески. О психиатре из Нью-Йорка. Карьера и личная жизнь которого летят под откос после того, как он отказывается давать показания по делу своего бывшего нестабильного пациента, ставшего причиной смерти нескольких человек. Травля в средствах массовой информации и жестокость судебной системы усугубляют моральную дилемму, с которой сталкивается главный герой фильма. Театральный триллер Дэвида Мэммета, который явился основой картины, описывает реальную историю. Фильм «Общество снега» испанского режиссера Хуана Антонио Байона о событии 1972 года, когда рейс 571, который был зафрактован для перевозки команды по регби в Чили, разбился в самом сердце Ант. В катастрофе выжили только 29 из 45 пассажиров. Оказавшись в ловушке одной из самых враждебных и недоступных сред на планете, людям пришлось прибегать к крайним мерам, чтобы остаться в живых. Антская Одиссея становится универсальной историей, повествующей о том, кем мы являемся по сути в критической ситуации. Новый тревожный философский фильм знаменитого режиссера Лилианы Кавани «Срок времени» снова погружает нас в ситуацию фильма «Жертвоприношение» Андрея Тарковского. Традиционный вечер дня рождения на вилле у моря для старых друзей омрачается новостью о неминуемо приближающемся часе конца света. Великолепный актерский состав, среди которого Ксения Рапопорт выразил всю гамму чувств, от страха, ностальгии, неуверенности до удивления и надежды. В новом фильме «До Али» французского режиссера Квентина Дюбье, автора «На посту», «Оленья кожа» и «Жвалы», Молодой журналист неоднократно встречается со знаменитым художником в рамках проекта документального фильма, съемки которого так и не начались. Режиссер объясняет свою идею так. Как говорил сам Дали, его личность была, вероятно, его величайшим шедевром. Мой фильм скромно рассказывает эту историю. Военный трибунал по делу о мятеже на Кейне. К сожалению, последний фильм выдающегося мастера Уильяма Фриткина, автора французского связного и изгоняющего дьявола. 87-летний режиссер не дожил до его премьеры всего несколько недель. Эта напряженная картина расскажет о ситуации, которая возникла на корабле, когда у капитана ВМС США проявляются признаки психической нестабильности. Она ставит под угрозу безопасность корабля. Первый офицер берет командование в свои руки. Впоследствии он предстает перед военным трибуналом за мятеж. Юрист-скептик неохотно берется за его защиту. Но по мере развития следствия возникает вопрос, был ли это настоящий мятеж или просто смелые действия моряков, которые не могли доверять своему нестабильному лидеру. «Хармони Корин» представляет свой новый фильм «Агродрифт». В темном криминальном мире Майами профессиональный киллер начинает погоню за своей следующей целью. Фильм, полностью снятый через тепловизионный объектив, предлагает нам психоделическое путешествие в стиле компьютерной игры по извращенному миру, где царят насилие и безумие, и где стирается граница реальности между хищником и добычей. Яркий представитель американского независимого кино Ричард Линклейтер покажет свой новый фильм «Наемный убийца». Это комедия, нуар, триллер и психологическое исследование идентичности личности. В основе своей реальная криминальная статья из газеты. Герри Джонсон, самый востребованный профессиональный убийца нового Орлеана, работает под прикрытием. Когда он нарушает протокол, чтобы помочь отчаявшейся женщине, вдруг обнаруживает, что сам становится одним из своих вымышленных персонажей. Роман Полански представит свой новый фильм «Дворец». В необычном дворце в Швейцарии собираются богатые и избалованные гости со всего мира. Вот-вот разразится война из-за капризов и эксцентричности постояльцев лакшери-отеля. Различные истории объединяются в абсурдную и провокационную черную комедию. Наступает канун нового 1999 года. Не только конец столетия, но и завершение целого и противоречивого тысячелетия. И в воздухе витает угроза. Нас ожидает, по словам режиссера, комедия довольно резкая и саркастичная. Суровая по отношению к героям фильма, но и не без намека на снисходительность. Китайский фильм «Снежный барс» режиссера Пема Цедена. История о том, как люди и животные наконец-то находят гармонию. Однажды «Снежный барс» врывается в загон для овец кочевника и убивает девять баранов. Сын хочет уничтожить животное, но отец настаивает на его освобождении. А в следующем выпуске ждите мой рассказ обо всех фильмах-участниках и победителях Венецианского кинофестиваля 2023 года. А на этом у меня все. С вами была Ольга Сергеева и вы были на моем канале Кинотрафик. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!